Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я вам расскажу про различные материалы, которые вы можете использовать. Агроволокно, геотекстиль и керамзит. Опытный садовод, конечно, знает, что можно вырастить растение, но можно очень легко его потерять из-за засухи, каких-то заморозков, перепадов температуры, из-за сорняков, из-за воздействия вредителей. И поэтому используют укрывные материалы, которые являются прекрасной защитой. Вот перед нами агроволокно. Оно бывает совершенно различных типов, сейчас я вам про них попытаюсь немножко рассказать. Многие знают, что можно использовать для этих целей обыкновенную целлофановую пленку. Но целлофановая пленка недолговечна, портится от солнца, портится от морозов и приходится ее быстро выбрасывать. Вот это волокно сделано из пропилена, оно пропускает воздух, пропускает воду, через нее даже можно поливать растение. При этом прекрасно высыхает и используют его садоводы по несколько сезонов. Оно не портится ни от солнца, ни от ветра, ни от морозов. Собственно говоря, используют вот это агроволокно точно так же, как полиэтиленовую пленку. Вы накрываете свои грядочки, земля там великолепно прогревается, сходят семена гораздо раньше. Кстати сказать, это агроволокно очень легкое, поэтому растения по мере роста сами поднимают. Только оставьте небольшой запас и растение будет его поднимать сами вверх. Ну, конечно, лучше сделать на опорах его, сделать такую небольшую тепличку каркасную. Чем больше будет зазор между растением и вот этим агроволокном, тем более стабильная будет внутри температура. Точно так же можно этим агроволокном защитить и взрослые растения, например, хвойные, если вы боитесь, что оно замерзнет у вас. Вокруг него сооружается каркас из реек и на него наматывается вот это агроволокно. Можно в несколько слоев, таким образом вы как бы увеличиваете воздушный зазор. Это агроволокно не только защитит вашего питомца от морозов, но еще и от сильных ветров и от налипания снега на ветви. Вот многие растения страдают от того, что снег налипает на ветви, они разламываются. Вот как раз от этого очень хорошо это все служит. Это агроволокно выпускается нескольких разновидностей. Вот у нас в руках сейчас агроволокно с плотностью 17 грамм на метр. Агроволокно плотностью 30 грамм на метр квадратный уже защищает от морозов до минус 5 градусов. Как видите, у нас здесь еще один сорт агроволокна есть, который выпускается. Это такое, видите, двухцветное. Снаружи оно красное, а изнутри желтого цвета. Ну, известно, что красное освещение заставляет растения развиваться гораздо быстрее и интенсивнее. Вот поэтому специально делается красное покрытие. А желтое покрытие внутреннее, которое будет внутри вашей теплицы, как пишут изготовители, будет привлекать на себя насекомых. Насекомые будут, вредители, сидеть не на растении на вашем, а именно на внутренней стороне вашей теплицы. Оттуда их можно будет извлекать и уничтожать. Еще один интересный современный материал, который с удовольствием стали использовать садоводы, называется он геотекстиль. Тоже из полипропилена сделан, он пропускает влагу. Его используют как разделительный слой между гравием, песком, землей, не позволяя им смешиваться. В то же время влага через него может проходить. Чтобы защитить гидроизолирующую оболочку вашего бассейна, вот под него подкладывается вот этот геотекстиль. Действительно, он механически очень прочный. Также этот материал можно использовать как корнепрерывающий. Если корневую систему вашего растения обернуть вот в этот материал, посадить его, то корневая система расползаться не будет и не будет вылазить где-то на дорожке. Кстати сказать, при строительстве дорожек садовых тоже его можно использовать. Выкопав траншею, уложив этот материал, сверху засыпав песок, тогда песок никуда не будет расходиться и через дорожку не будут вылазить сорняки у вас. Еще одно интересное применение геотекстиля нашли садоводы. Садоводы его расстилают на поверхности земли, делают на нем ножом крестообразные надрезы, куда сажают, скажем, клубнику. Вот такой материал позволяет увеличить урожайность. Дело в том, что он хорошо нагревается солнцем, клубника любит тепло. И плюс через него не растут сорняки, влага очень хорошо под ним удерживается. Еще один способ применения геотекстиля. Если обернуть ним штамбы плодовых деревьев на своем участке, вы можете защитить их таким образом от морозов. От солнечных ожогов, от грызунов каких-то, потому что он прекрасно пропускает воздух, при этом не намокает фактически. Еще один интересный материал, который пришел к садоводам из строительства, это терамзит. Его создавали, как я говорил, для строительных нужд, но тем не менее садоводам он пришелся по душе. Дело в том, что материал легкий, пористый, прекрасно удерживает влагу. Он произвел революцию у садоводов в комнатном цветоводстве. Дело в том, что его великолепно можно использовать в качестве дренажа. Керамзит – материал абсолютно нейтральный, поэтому он подходит для использования с абсолютно всеми видами растений. Он материал долговечный, то есть он практически не разрушается. Использовать его можно многие-многие годы. Очень часто керамзитом делают подсыпку сверху растения. Во-первых, это придает ему определенный эстетический вид. Растения очень хорошо смотрятся на фоне вот этих коричневатых гранул. Ну и плюс, он хорошо удерживает влагу, не позволяет образоваться вот этой вот засохшей корочки под растениями. Вот эти все материалы, которые я вам сегодня показал, и агроволокно, и геотекстиль, и керамзит – все это можно купить в нашем садовом центре. Пользуйтесь, используйте эти материалы. Итак, сегодня я вам рассказал о новых современных материалах, которые можно использовать, которые с удовольствием используют садоводы, что я, собственно говоря, и вам рекомендую. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а еще лучше подпишитесь на наш видеоканал на YouTube. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok